приветствую друзья вы смотрите герои войны и денег и я подал заявку гильдию тактиков смешку потому что в дуэли никого не мог найти чему-то так сейчас секундочку так немножко отвлекли вот сейчас короче скоро бой начнется через четыре минуты на там если что на паузу нажмем вот в дуэлях чуть вообще никого нету на самом деле никто не ходит и два раза пытался сегодня за день послать заявку ну конечно понимаю что сейчас еще время всего ничего но у меня так как бы уже нормально я уже вечерок поэтому что есть то есть но вообще пытаться в дуэли конечно буду попадать так и пока еще не началось хотел показать сейчас сегодня новость такая вышла вот она тут короче как всегда акция да у них после этого уходит на частенько по-моему каждый год такая фигня то есть покупаешь дан глянты 10 процентов бонус те начисляются так себе на самом деле маловато могли бы больше процентов дать вот и плащик плащик кстати говоря вообще весьма неплохой отличный плащик я считаю лучше чем маскировочные плащ или халат магической защиты то есть на халат магической защиты он на пять процентов больше дают от магии но фишка то в том что здесь и то и то то есть 10 стрелы и от магии защита идет то есть вот мне 13 до защита от стрелковых атак за каждый уровень то есть 13 защита плащик дает тот маскировочный 12 то есть уже лучше ну и плюс ко всему дает еще очко сюда в защиту и очков инициативу но вот мне как дефиру до старшему демону очко вы инициативу не шибко то влияет но хотя конечно всегда полезно инициативу иметь но вот защита это хорошо это очень помогает и на самом деле я очень лоханулся что я вообще-то его не отдел ну да я понимаю я просто хотя нет наверно не лоханулся не просто здесь как бы стандартный наборчик стоит он уже здесь у меня набор и я ставлюсь здесь мантия чародея наверно все-таки все нормально все правильно с таким плащиком и он steam наверно в дуэли хорошо ходить от дефира чисто вот поэтому я хочу его опробовать очень хороший плащ на мой взгляд весьма хороший чем выше ваш уровень тем лучше ваша защита будет от стрелковых это вообще класс эльфы наверное плачут негодуют ну хотя блин ему лук света дали так что я не знаю что плакать то тоже прикольный артефакт вот и все продавать его не собираюсь статьи на рынке интересно сколько он там стоит так успеем посмотреть нет плащ солнце да да 52 вот а еще утром 166 тысяч то есть как видим цена на него падает и в принципе ребята если у вас есть 50000 я советую почему-то люди вообще его не ценят на самом деле очень не ценят не пойму что маленькие уровни продают я не знаю да нет 19 неужели ему но в принципе не дефир да но старшим демоном вполне не знаю почему такие они решили продать его очень хороший плащ ладно уже на паузу нажимать нет смысла сейчас уже все за распределение идет и вот ребят пользуясь еще случаем хотел бы поздравить всех учащихся школ там гимназии лицеев с праздником я понимаю что для многих это нифига не праздник одно расстройство отдых обломан и все такое лето кончилось но ничего не поделаешь учитесь усердно радуйте родителей потому что бесконечно их радовать не получится к сожалению они не вечные итак у нас три на три может быть два на три нет пока не буду раскрывать надо будет посмотреть кто с нами кто против нас вдвоем нет втроем о так значит мисс тактик да смотреть сразу маленького ну понятно тьма в принципе все нормально здесь сукку бы то есть мне придется делить своих искусок она будет но я не знаю сушки давать мушника в команде она а вот здесь гном 15 5 лажа не бы вообще туда как-то расклада не очень хотит небось ну хаосит конечно кем ему еще быть 12 уровня до идет от хаоса блин а нет смотрите тимушник 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 может быть даже здесь нам повезло что он тимушник так а здесь 9 варвар и 15 маг разрушителю ой 17 офигеть 15 и 13 пройти 9 против 9 12 и это не баланс ребят по моему смр порвет наверно всех так ладно короче все с ними понятно все ясно будем расставляться не зря деваль от взял манку тянуть у нас есть у кого вообще конечно деваль это всегда нужны в такие бои потому что они всегда помогают так там ящер у него до фурии ставится под гнома когда вообще разницы нет вообще куда ставится так главное под шарах не поставить три клетки сюда вот так как то здесь делим этих мисс 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 и вот как-то их так надо тоже распределять тоже не под шар вот тогда да здорово конечно не под шаром они у меня стоят но у меня вот эти вот парни не влазят девалята девалята и лошадь как-то так что ли но я не знаю они будут не под шаром они у меня по сути не закрыты да чушь какая-то короче ой старших не поставил успел люди да успел я надеюсь успел я нажал меч я нажал меч не дай бог вот не дай бог сейчас нифига не это самое это будет просто файл ребята я наверно сразу съемку оборву ну нет не я просто 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 я жду эти циферки нет пожалуйста ну не обломи меня они вроде успел до фу 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 ладно ребят нормально все нормально и так понятное дело на кого нападаем первым маг у нас у нас что-то без защиты совсем или это просто не так кажется ну порушить будет его хорошие затеи на самом деле очень хороший вообще шансы есть тут грамотно поиграть правда два тьмушника один атакер с нами жмет оборону я могу вообще про ожидать или мне стоит выходить на эльфа да ну я погибну 65 а он от меня кроется до 10 50 да ты чё нет конечно я не побегу туда бежать на мага вообще самоубийство но помогать я должен гномику буду хоть как-то выпиливать мага так здесь джин дойдет вот если чуть вперед пройду меня ящер съест с одной стороны это так с другой стороны он не атакер ни разу если ему смысл вообще ну это конечно лоховство будет если сейчас вот так вот выйду нажму что здесь сразу меня джин слопает ну ладно ждем пока все это фигня никуда мне сейчас пока лететь не нужно сейчас нужно раздавать дебафы 195 маны 37 атаки так чего него не понял прожига нету что ли повелитель огня то нету понятно контроль маги то есть свои големы мужик жарить а нет вообще всех своих может жарить им ничего не будет да ну блин вот здесь такая конечно здесь на гнома сейчас будем надеяться ну и я тоже должен не плашать мне тоже надо будет потихонечку выходить может быть он спит кстати говоря это скорее всего он последний хотя он написал вообще привет всем странно кто-то короче уснул где-то спит лучше поставил первую фурию так ладно сейчас будем высасывать ману здесь и не под шаром но здесь конечно мне вот здесь отрядец под шаром но по крайней мере не все девалята упадут да и не все искусительницы упадут медведь не достает ни до кого но с энергии конечно достанет 63 на ну блин вообще-то 37 26 а здесь 44 ну блин мы должны вместе пилить мага как-то я думаю я полагаю просто идти вверх но вообще я не знаю ребят на самом деле шансов я ошибка то не вижу но 17 мр и 15 гном только ну ладно три удачи 3 б.д. но 44 62 сушки как-то я не знаю но стоять нельзя естественно нас распердолят просто так маги ну так вот кинула так повезло блин выходить но я вообще я если пойду на и мэра я просто убью все в него да то есть прежде чем на него выходить его нужно будет его нужно будет знаете что делать нужно будет рушить так я сейчас просто соображал что можно сделать кого взять вот хороший ход будет взять ракшу и пердонуть запердолить смысле им сюда если джин час не улетит джина можно взять и ракшу правда джина я намного не возьму да там можно взять еще ящера я воткнуть ну блин 12 уровень на самом деле здесь надо брать только мага я считаю и собой же его выпиливать но вообще меня удачу до на 30 сходов блин минус 3 удача ну по моему прикол в том что когда демон прыгает то удача не срабатывает то есть не отрицательно не положительная давай забираем а ну будем сейчас вообще полностью воровать и сейчас наших деваль от стрелец разумеется я так думаю сушки ожидать нельзя еще то вообще при нападении 72 на джин здесь они просто запилят то есть здесь пока надежда на моих искусок наверно полагается которые идут черти когда ёкарный ты бабай офигеть вы что смеетесь так у нас по моему спит да наверное увидела расклады и сказала ну нахрен ребята уходим а нет не все нормально нет ну смотрите мр ходит она скорее всего по уму ей надо будет пилить меня молниями просто искусок сносить в чертовой матери если она это сделать бои их все здесь даже думать не о чем если мне дадут шанс походить искусительницами так ага вот она увидел но все это наверняка будет удар по искусительницам то есть она закрывает чтобы я не прошел сюда ракши к джинам а у меня есть вариант ребята сейчас идут титаны да потом как вот под ящера бы не подставиться конечно я бы хотел выйти своим коником туда к магу поближе можно вообще наверх уйти так медведь проходит хорошо я конем туда перестроюсь к нему да все я пойду наверх до нельзя стоять ни в коем разе ящер будет в обороне не думаю что он полетит медведа а если полетит то дурак здесь надо медлить чертовой матери но так хорошо да как раз стало ну специально молодец в принципе она видит ситуацию то есть чтобы не замедлили и ракшу одновременно и джина но по моему приоритет не медлить медлить джина блин потому что джин больнее бьет их больше банально просто так медведя пнули в рыло и кошмары мои не достаю до кони преисподней сейчас ящер походит или выждет если он просто выждет туда я посмотрю еще когда я смогу пойти в общем оборону должен стоять но мне надо выдвигаться на мага ребят я так думаю выжидая давайте посмотрим теперь он ходит конечно же раньше наших коней да ну да разумеется и теперь меня если я пойду вперед я подставлюсь под них а мне этого совсем не нужно так здесь у нас он так я сейчас посмотрю как лучше выйти ну конечно же надо будет пробиваться вперед если я сюда встану будет шар возможно да ну шар бен бак без прожига я не знаю ну ладно пойдем убиваю дивалят у меня сейчас будет две цели на самом деле либо искусительница либо дивалята я считаю приоритетнее искусительницы ну мне кажется так нужно уничтожить гремлинов если оставить час искусительницы в покое нужно уничтожать гремлинов будет таким делать нет сейчас посмотрим сейчас посмотрим суккубами трех гремлинов пусть к снесет час ну одна у меня искуска все-таки выживет и она возьмет ракшу под контроль жесть кто выжил метеорка жена 22 до отлично но тем самым мы возьмем ракшу еще до получается хотя сейчас еще сходит темный эльф гадский темный эльф если все получится ребята если она выстреливает и темный не ударит всех то я все равно смогу немножко взять на совсем но если он не убивает всех их то на небольшое количество ходов я должен буду успеть взять надо уничтожить их уничтожая их иначе я не пройду молодец хорошо все стреляй кого хочешь дальше так 16 дедов 2 49 под ящера выходить тянуть самоубийство прыгнуть и сдохнуть до но это жесть пин я не знаю побежит ящер не побежит но ладно надо выходить мне стоять нельзя здесь медлить нельзя блин мне кажется у нас вообще не очень выгодная позиция чего попало получилось хорошо но конь мой теперь а нет конь пройдет отлично моему коню знаете чем можно просто даже стоять не атаковать он будет стоять и иссушать всех то есть им придется перекинуться на моего коня перекинуть свои силы я думаю что лучше кинуть замедление или разрушение сейчас массовая нас ружда допустим ракша проходит а вот это плохо за ракшу за ракшу за ракшу за ракшу за ракшу медля пойдет медля не нужно помедлить ракшу мое замедление будет лучше я медлю сейчас ребята это без вариантов но я надеюсь только что сильно ее не откину а хотя нет я девяткой возьму ее наверно нет девятка не возьму девятка не возьму придется замедлять иначе вариантов нет я не вижу здесь больше попытаемся откинуть за 22 как еще не хватает до болин не хватает ведь но а не получилось блин нет не получилось ну я попытаюсь конечно и взять но вряд ли это блин почему его не замедление это лучше работает чем моё полный бред ну девятка вот хотя бы на ходик взять не выйдет да ну не выйдет по-любому не он просто пропнил сейчас вот сюда блин ребята вот это да не возьму конечно даже вообще не насколько слишком мало их на это вообще не жесть конечно так давайте посмотрим тогда кого можем взять в ближайшие ходы смотреть ну кого нибудь взять кто карус может нам кинуть или ускор да карта еще далеко наверно будет да да ребят здесь все плохо конечно но проще ускор себе накинуть будет но не себе конечно моему товарищу либо замедлить кого-то ну все блин здесь конечно абзац сейчас он станет сюда и положит обоих и потом уж я ее возьму о о блин парень закрыл собой просто на амбразуру чувак давайте смотреть кого можем взять ну не нормально живут пока еще так теперь смотрим выжидать наверно нельзя потому что джиннов может раньше конечно круче но при выжидании на перед ней не появлюсь на один на один но он сходит конечно но ну раньше по крайней мере он выставился просто его можно будет сейчас попытаться запинать да и в тем более что мне никто и в этом не помешает то есть никакой молнии прочего такого дерьма не будет джиннами прорываемся тогда наверно к ним по крайней мере можно будет снять даже ответ а ему медведями тогда проще будет выждать а потом ударить уже по снятым ну как то так такой расклад но час ударит конечно по джиннам тоже джиннов брать надо выждать наверное выждать только это можно и либо по шатре ему дарить я бы выжидал нам нужен этот удар раньше когда теперь пойдут они под замедлением а ну хорошо ладно ладно но вообще-то я думал что все ну конечно големов тоже придется голубая не неуязвимы в принципе да там для магии для прочей хрени а удача есть нет только б.д. вот а ну ракша кому-то придется туда снимать ответ но это опасно очень она же бьет вокруг здесь надо как-то так получше выйти джиннов джиннов вот так вывести наверное стоит чтобы здесь открылось место для кого-нибудь вот так вот в капкашек если я бью джиннов джинами с этой клетки сверху то тогда ну тогда я и так конечно достаю но там големы блин я побегу гремлина впинать наверно тогда лошади нет 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 джинами с этой клетки буду бить потому что когда я коня пододвину сюда подставлю то тогда джин будет травиться на ткани а если его отведу наверху хотя я смогу конечно чуть на выше повыше нет наверно с этой клетки буду бить все правильно не буду его никуда уводить сколько там у тебя еще ходов дорогой да с этой клетки же ты пробьешь не надо ничего такого считаю придумывать хорошо пятюня так и теперь я чтобы не убиться об джина я побегу сюда создавать отравляющую ауру ну наверное как то так ребят 24 все джин будет стоять травиться насколько я знаю отравлю вообще ничего не защищает так что у нас тут замедлен проклят да я даже не знаю кого порушить здесь можно наверное ракшу тут вообще конечно много целей но поскольку здесь уровень то 17 а здесь 15 то надо рушить ракшу уничтожать ее как-то пытаться скорее здесь еще джин голем вообще не порушить не замедлить ничего с ним не сделать но от мага надо быстрее избавляться тогда возможно мы победили наверное пока еще не ясно так хорошо ответка смина снята это я понял это я понял на проклятие не лежит нет но мин ходит раньше для кого ответка была снята то есть даже я не пойду а меня же замедлили точно блин надо было медлить мина не подумал медли мина да кого тут можно ускорить драка муштана хотя может даже ну джина медлит не с руки вдруг я им еще пойду во хорошо отлично так теперь а теперь да теперь она прыгает хорошо хорошо все но она наверно сама знала что ей нужно будет замедлить его чтобы самой же прыгнуть то есть здесь пока все грамотно идет сколько ходов а какая разница ходов сколько можно уже с следующим ходом убиваться и будут шаманкой ну блин ну убийца бд это понятно за завсегда да кого теперь будешь сносить наверное из куску наверно сейчас метеорка опять сюда пойдет блин ну вот то что я дьяволя то взял да это вообще в бестолку у нее просто тонна маны может быть она даже ударит коня молнии цепка 10 3 а ну хоть из куска выжил это значит что джин еще наверно века наверняка сможет сходить но я не уверен ребята кто здесь сможет его добить в смысле мою искуску кто сможет добить вот он 42 защиты 48 защиты так кентавры могут добить искусительницу тогда джин вырвется из под контроля а добивать будут ребята сдается мне конечно же будут здесь вообще эти могут пострелять даже просто ну то есть искусительница не железда стрелковых много наверняка он в чате сейчас напишет она им что стреляя искуску верхнюю да даже если не написать здесь видно что и снимут там у нас под ускором на 4 8 ну 5 на 5 ходов ему ускор дал дан с удачей будет творить чудеса ну должен по крайней мере это делать девалят да я думаю что девалят здесь убивать вообще бесполезно здесь сосимону не сосимону они ну наверно просто есть кому добивать моих искусительниц если они это не сделать я не знаю кстати как здесь 0 4 хода возможно джин еще сходит а может и не сходит наверно слишком далеко но я его по моему замедлил еще да нет я его не медлил ах ты зараза вышел он из дефа там должен наверное лупить джинов но вряд ли он сходит я считаю так там надо прорываться либо этого он кстати по цепочке стал можно бить ракшу нет ну блин ну отлично отлично так а я забыл вот там берс ударил ракшу я разберу серка да ракша не ответил то есть ответки с него не снимали получается кем снимать ответ прикажите мне здесь они подружки стоят кстати да я буду рушить можно мина перемедлить конечно но это по моему бред нет джины бы все таки не сходили ими можно было бы сорвать ответ кстати говоря если бы они смогли сходить прикольно было бы ответ с ракши и потом навалиться и открыть этого а он кстати наверное сдохнет сейчас от моих коней хотя я не уверен у них защита магическая 75 процентов то есть и сушалка подпадает под действие этой защиты блин минотавр сейчас больно ударит наверняка до моих пещерок пойдет меня в принципе не так много уже осталось что не да ну демона еще немножко давай прыгай на 60 запрыгиваешь три все должно если нет да да прыгать на пятюню это тюнет вообще ни о чем 12 ответку для кого для то на не ладно мне надо сидеть продолжать он замедлен он проклят но он не порушен не дотягиваюсь до отлично приколите но это же просто супер дракон теперь может пробить по ракше ну безболезненно для себя интересно то сейчас пострадает но на меня пойдет вперед ну да с выходом двойной удар это блин вообще жесть может слабку на него слабку навешать он будет вообще ну просто хренью подзаборный начать вешать слабость и они ничего из себя не представляют в принципе важно дожить до этих моментов здесь вот же еще кто я что-то вообще про варвара забыл хе-хе-хе хе-хе степно ммм ммм до 4 да уж как-то поздновато в принципе протупили вы немножко с ней давай мочи ну да надо было тоже тоже рушить защиту масс ружки нет а нет живи 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 да кому кому здесь больше некому мины каким големом ты чё ну да наверно приковался а жесть големы резнулись 210 вот магия вот она таны сейчас уже себя ничего ошибка не представляют а ну он даже не знал что големов можно рушить приколите ребят 15 уровень я не посмотрел его тактиков но да даже тактиков блин лишь понятно почитай просто а ну блин понятно по моему даже у меня повыше немного ладно а я хожу да я хожу я хожу я хожу я хожу я хожу и чем не делать чем не делать я хожу я не хочу давать крови им вообще ни хрена бойцам крови дам этим крови дам блин вообще не знаю ее только убивать блин и все больше нечего делать одиннадцатого гнома на пятнадцатом вроде бы можно уже 2 но него пояс как у меня почти данный руку по 7 мне только демона на 7 6 воров 9 рабочих 2 стражи ну короче как то так да ну в принципе да да тут блин вот мак 17 уровне по моему это ни разу не баланс не не я не знаю как это назвать ну никак это не назвать я щас не подойду к голему просто я тогда убью ударил ракшу тут мак один делов натворил просто и вознего соси ману не соси ману это все бестолку по 7 ману мои девуля то вытягивают вместе 14 они даже внимание на него не обращают блин я не хочу под метеорку да я вижу что 2 ты понимаешь что мы здесь а вообще то нет конечно я здесь встал и теперь ракша может быть умрет сколько хп-135 нет наверно не умрет слишком мало коней надо ну здесь мы так стоим все плотненько мне это не нравится големы вот вот она сила мр ребята големы все просто кстати друзья я здесь почти скопил нужное количество денежек на новую фракцию вот и думаю какой бы поставить пока никак не могу не определиться вообще так этого руши наверно уже бесполезно мин и 41 эти 43 сколько медли еще будет она этих добрый ой разлога 25 единичка до но 14 это же не мои так добить попробовать да но мы его добили но это бесполезно в принципе так моя лошадь драконы нет не успевает разбежаться это все это кобздец конечно я встал так удобно но я сниму конечно ну а кого для кого берсы а все ладно а берса уже больше ни хрена ну в принципе от моих девалят бестолку толку от них все равно нету ни хрена ну вот какой от них толк деда может напрямую выводить блин по четыре клетки по три клетки но будет идти он пока дойдет его грохнут так чуть окончился нет до кончилось но он не убьет наверно не знаю пятене ну здесь блин все как назло берсами на сейчас кончился и сюда пойдет метеорик страйк а ну в принципе на него то зачем него иммунитет как в него но все равно может покинуть убить моих и этих этих а этому похуй ну в принципе ну какая разница у него маны столько что на метеоритке она может просто сколько угодно тратить их так вот кино нас так нам повезло мр-17 это вообще смерть всем я не знаю кто может контрите мира только варварные на варвар крови если вырезается ну или да тот же гном в принципе с такими же обилками но на семнадцатом уровне он может быть разнес его а 15 уровень против 17 я считаю то не совсем ровно да ну ладно бы если даже 16 ну чё буду наверное голема добивать от фигли с ним еще делать но на шар туда кинет нет решили добивать этого но здесь метеорка начнут сюда пойдет сейчас да но очень трудно не кучка ваться с ракет просто ушел с ракет я еще думал кстати можете пашек себе взять как новая фракция вообще микрос мне всеми хочется поиграть на самом деле ребят здесь много целей на самом деле по метеорке под шары если не в курсе ребятам скажите в комментариях метеорка она же тоже наверно прожигает до проявитель огня если берешь то тоже прожиг будет не понял иммунитет жак к огню как-то так чё там помедли у нас 5 и 5 а почему лошади лошадей что ли не зацепило моих как могли погибнуть огненные драконы они в бен огненные метеорки то огненное заклинание или она там типа еще какой-нибудь ну хорошо в виду вот сюда подведу к ведьмам да блин микрофон да в принципе слабо здесь более рационально чем проклятие у них разброс небольшой уведу или уведу уведу когда не сдохнешь нет уже тварь наконец-то если дадут увести сейчас молнию в него кинет и все 22 маны 99 маны помнитесь еще общий остался 9 136 376 да в принципе недовидки до на которую даже жалко магию тратить тут один голем просто их разнесет всех ну ему жалко тратить а ей пофигу вообще верим у я не за кстати кто это к разлога сколько 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 минус 40 фигня может быть в пещерах вырежешься под проклей в принципе слишком сильно то не будет разгона а еще про пещерок забыл сказать до пещерки остались а у него рез он еще не использовал руны воскрешения ну я считаю неправильно сделали что бросили мага наверное мага разрушение что не бросили бросили големов надо их как-то было до ковырять что ли я не знаю 70 правдами и неправдами блин ну этот маг очень сильно мешает я считаю это неправильно ребят нужно было что-то делать давать големов это неправильно ну смысле оставлять големов это неправильно я думаю отлично бады еще для медведя что ли для дракона для меня я не знаю но неправильно это было големов оставлять но наверно мы нас просто видите еще сил на них совсем нету принципе можно навалиться драконами и медведями големов убрать вообще мешают так а чё рушка с меня до а чё там ну рушить все равно надо 927 их бить неким уже понимаете старшаками но в обороне сейчас простоит и никто ничего ему уже не сделает то есть но это бесполезно я думаю вообще тут вот это вот 70 и все она здесь будет еще творить делов здесь проигрыш из-за того что голема бросили ух так что ух 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 ну напрямой мой конь то там чё за стопорил там проход был здесь стоял джин вообще-то потом я конем передвинулся вниз и был здесь была здесь возможность бить и титаном а здесь стояла ракши он был тоже убивать а конем я не знаю что ты предлагал бездействовать им тупо не вариант вообще не вариант бездействовать конем даже не знаю на 20 спину всадников мало осталось 12 так 4 может лишь подойти чтобы не стрелял дадут даже ответ снимать несколько блин как-то так ночи вперед убежал можно было конечно просто рядом встать но я не хотел тратить ход на просто по стоюшки хотя иногда это имеет смысл просто постоять покурить так сказать так а здесь кого можно до низкого на тел пробьем да я потом его вынесу хотя вообще может быть стоил даже уйти чертенком 445 ну минотавр теперь вообще ничего не сделал я уже просто так чисто ребята фонаря на делаю это потому что ну ничего мы здесь не сделаем я щас ящеров конечно вынесу нет не вынесу да еще и бд принципе здесь дальше без комментариев и не знаю че еще можно сказать сколько у деда 2 выстрела ну это два хода ребят раз два то три четыре пять шесть ну да сколько он будет выводить но шансов здесь нет сейчас моего демона добьют они там ну проштурмовал конечно же мое как же без этого сейчас кстати в деда возможно каст пойдет ну да ровно два хода но как только он пойдет вперед начнут убивать его нам и дёрг сюда летит вот надо мэром играть ребят это имба големчик в обороне и все развлекайся с кого здесь можно ответственность бойца крови ему дать вот у него их так и до хренище уже просто просто до хренище крови а у палача тоже до хренище чисто сбить чуть-чуть но это вообще фигня полная 743 чем я помани 12 слабость проклят все это дерьмо на них есть и не у все еще просто шляпа абсолютная они уже вообще конечно картонная просто мисс тактик вообще свою ману не реализоваться где у него кто спрятан а вот 7 старшаков а вот как да Да, все печально Никого уже не осталось Решили добить, да? Да ты еще овца и убежала, блин, из-под ауры Можно добить ведьму Да и в принципе их смысла не вижу Добивать, но здесь Берс его добьет Да ее Ну У меня здесь еще Потому что здесь еще этот Кентавр Минотавр в смысле А ты куда-нибудь наверх убегай Ну да Отлично Умереть Прибежала умереть Шестерых убили Ну это уже так, ребят Просто можете выключать видос В принципе Потому что здесь уже все ясно Уже в принципе все Здесь ничего не поможет Кинуть разлогу Да, ну можно вообще чего угодно делать У меня уже мало нету Кстати, ребят Можно труп съесть, конечно Ну это ни хрена не даст 11 маны и что Ну какую-нибудь молнию кинуть Клыбу Не знаю, мне кажется Не совсем правильно Кинуло нас Ну как про неправильно А просто Тупо Хотя могли выиграть Мне кажется Вот если бы сконцентрировались На големе Ну было там пространство Для маневра, я считаю Не знаю, что он начал гнать Что я конем заступорил Я туда просто сходил разок Снес гремлинов Здесь была Ракшина Варианты как Ты хотел ее что ли оставить И ничего не делать с ней Так нельзя Она разойдется нахрен потом Да и все Он хотел все силы сюда бросить Ну отличился бы Метеорками, да Шаром Там, конечно, не так много Отличилось бы, да Ну все равно 17 уровень Против 15 13 против 12 Ну нет У них сильнее команда Здесь 2,9 Само по себе Неправильно, мне кажется Сам пошел вперед Уже потроллить решил Сучка Ну, конечно, ты побежишь Конечно, ты побежишь Сейчас меня просто выведут Из игры, да, наверное, и все Ну, в принципе, ребят Наверное, здесь все уже понятно, да Некому Нечему тащить Абсолютно Сейчас как только меня убьют Я тогда Запись завершу Я вам просто гарантирую Можете мне поверить Сто процентов Что мы здесь не затянем Ну, кто Совсем не сведущ Вот Потому что здесь еще Степашка Еще 47 кентов Ну и маны 50 У МР Не знаю, что уже тянуть Здесь, на самом деле Б, как бы сыгран Давайте хоть посмотрим МР МР, МР, МР Восьмая А, еще и антикачай Да, под фракцией Шесть, девять Восьмая Тактика Тоже одна То есть не Имбаб тактик Ну, здесь, в принципе Че, магом быть имбаб тактика Вот скажите Когда против тебя Контрей нет Ты стоишь големом И метаешь Молнии Шары Ну, такой Полифраг Больше Че тут все А, я хожу Да Ну, да Тех уж что-нибудь Кину такое Голема Давайте зарядим Не, вот эту Добьем Хотя бы Ну, так Ничего А, вот наш Серехмет Да Жестоко Судьба жестоко Блин, и так Очень редко хожу В гильдию тактиков А еще Если бы там Проиграть Ну, это, в принципе Причинно-следственные связи Что проигрыш От того, что Мало ходишь По сути Но Здесь не так много Сейчас от меня Зависело Еще как Балансировки Такой Ну, вот Уберите любого У них, да И Тогда, возможно Силы будут равны При наших Классах При тех Что получилось То есть Два По сути Атакер один Был всего лишь Вот Сот Кто мог напасть Нападать Рашить Хорошо Мы-то Тимушники Я тоже мог этим заниматься Конечно Я и пытался это делать По мере сил Лошади Но Моему Моему Напарнику Видите Я не угодил Якобы Я здесь все Застопорил Хотя Это не так Конь-то ушел Потом сюда На Ракшу И путь был Свободен Драконы Проходили Медведи Здесь были Да и потом Ребята Вот так вот Кучковаться Это тоже Очень опасно Вокруг голема Это Тоже Изи Просто На шарах На метеорках На цепках Голем Просто Отрестится Слушайте Я наверное буду Мага Встроить Себя МР И ходить В ГТ Стоять в уголке И пулять Молнии Ну что здесь Уже тянуть Ну этот Наверное Просто крестик Нажал А сколько Снимаем уже А я не могу Посмотреть У меня почему Давить Панелька не открывается Гребаная Надо чтобы Меня убили Убейте меня И тогда я смогу Выйти в игру Ну вот это Вот вообще Это не интересно Что он ожидает Здесь что он ушел Автобоя Нету Давайте чуваки Давайте Давай 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 Сливай уже Ну у меня Вот я еще Без удачи Как раз На 30 ходов Джин как в начале Повесил Так она до сих пор Работает Еще 24 хода Бесконечно Ну все Да Нет А у меня еще Лошадь осталась Под разлогой Нет Да Да Ивана Мне кстати Просто интересно Сколько получим Сейчас наверное Просто гнома Добьют Да и все Больше никого На поле боя Нету Ну давай Стреляй Ни одного Не убили у них Силы как-то Были разбросаны То начали И этого бить То того Я считал Что Я считаю Что на эльфа Надо было забить Вообще А бить Надо было Вот Первого мага Выносить Сколько Что получил Да хоть 0-3 очка ГТ 2-60 умения Ужасное соотношение Конечно При проигрыше Да и при выигрыше Я бы не сказал Что охрен Ну вот здесь Конечно Самое лучшее Соотношение В гильдии стражей Даже не в гильдии тактиков Ребята Подельник 0 умения Получил Вот это жесть Это да Ха-ха-ха Обломался Короче Пацан Ладно ребят Спасибо что смотрели Таким гребаным Получилось Это видео Если оно вам понравилось Ставьте лайки На канал Подписывайтесь Комментарии свои Оставляйте Ну и до встречи В следующих сериях Счастливо